На самом деле формы взаимоотношения сотрудничества с Центром инвестиционного просвещения могут быть различны. Мы сегодня после нашего семинара отдельно оставляем наших методистов. Вы знаете, что у каждого есть методист по экономике. Кстати, коллеги в числе «История общества знания». Вы, пожалуйста, обращайтесь. Если мы принимаем на себя ответственность за то будущее наших областников, наверное, если есть смысл конкретно вложить вот эти самые вещания, которые уже, что Зелана сказала, конечно, посвящены специальности, в том числе и вашей, извините, финансовой грамотности, вашей личной финансовой безопасности, то есть мы тоже от этого не отказываемся. То есть мы образовательные учреждения, которые мы тоже будем выделять. Что касается этой части основной цели, мы уже зафиксировали повышение функциональной и финансовой грамотности всех участников, поддержку Центра инвестиционного просвещения, который в данном случае является, наверное, основным держателем этого содержания. Мы будем консультироваться с безусловной причиной. Организаторы, вы же видите, да, это кафедра нашего института, оригинальное отделение федеральной службы по финансовым рынкам. Институт, кафедры и Центр сделался для того, чтобы как можно больше людей об этом узнали. И опять уж если я не открою, маленький периодический секрет, что называется, мы будем делать все для того, чтобы ваши люди вас поражили, да, нашим опытом не участвуют. Поскольку Центр очень серьезно работает как раз в информационной сети, максимально используем возможность интернет-странички нашего марафона, публикации условий и обновления информации, соответственно, консультации по технологиям марафона. Ну и, соответственно, мы еще очень серьезно надеемся на то, что будет технология портфолио работать. Каждый из участников, мы работаем в соответствии с медицинским страничком, с которым можно будет уже в ближайшем день узнать всю эту информацию. Обязательно через Центр должны пройти те самые мероприятия, ну, по крайней мере, посодержать эту работу. Мы не говорим о технологии, но если вы предлагаете что-то, связанное с финансовым рынком, о банках, давайте посмотрим. Нет ошибок в тех самых важных документах, которые вы предлагаете делать, чтобы они лежали. Я бы хотела обратить ваше внимание вот на такие методические посуды, которые выпустил наш капитал в этом году. В каждой школе, библиотеке есть этот мир, что называется экономик, основе финансового для учителей и руководителей образовательных учреждений. Я подчеркиваю, для учителей не только экономики, но и общества знаний и руководителей. И вот, кстати, о руководителях, одна из номинантов награждения от Федеральной службы по финансовым рынкам, власть Стал Николаевна Цумбалюк Стал Николаевна. Давайте ее поздравим, она только что подошла. Спасибо большое. На самом деле, я хочу этому директору гимназии выразить огромное спасибо. Тем не менее, поскольку сейчас стоят задачи, в общем-то, расширения финансов, и углубления финансово-экономических знаний, то финансовая академия тоже решила заключиться к этому процессу. И я хочу, для тех, кто видел мою презентацию, она немножко изменена, прошу некоторого терпения, я расскажу вкратце об учебнике и скажу, что нового мы сделали в сравнении с дел, как до тех пор, как мы с вами встречались по этому учебнику. Ну, во-первых, в связи с вашими замечаниями, у нас были совещания, то мы издали второе издание от учебника, то было цвет немножко другой, но дело не в цвете. То есть учтено масса замечаний. И я говорю, мы всегда открыты для таких улучшений, и никогда не обижаемся. Тут масса всего было учтено. Спасибо большое, кто активно принял участие. Мы даже однозначно видим тех, кто активно участвовал. Именно школьное и экономическое образование находится на высоте. Вот, наше датьство в 15 лет занимается именно школьным и экономическим образованием, и поэтому, слава Богу, что мы достигли таких успехов, что наши школьники решают те задачи, которых не решают вузов, как я понимаю. Да, значит, а я хочу сказать, что сейчас вашему вниманию мы предложим вот такие материалы, там более 90 названий, которые мы выпускаем, так сказать, это с первого по одиннадцать. Мы сделали это пособие, которое сейчас тоже вы получите, так сказать, и увидите их, по социальной адаптации. Это, так сказать, то, что формирует компетенции для поведения в социуме, при поведении в социуме. Значит, про что я хочу сказать. Это адвокопотребители, это страхование, это менеджмент, это банк от клиента до президента. То есть, на самом деле, мы постарались делать те поступки, которые наиболее, ну, скажем так, сейчас актуальны и которые нужны. У нас, так сказать, точно так же сейчас вышел новый учебник. Это интернет-учебник. Я хочу сказать, что сегодня уже звучали вопросы, что такое акции, облигации, крифы и как с ними работать. Вот мы все это уже написали, создали. И поэтому, пожалуйста, в рамках коллективных курсов, с восьмых классов, начиная дальше, вы можете, так сказать, уже с этими курсами ознакомиться, потому что они есть. Я надеюсь, у нас будет возможность дальнейшего сотрудничества с кафедрами, с институтом открытого образования, с высшей школой экономики, поскольку наши авторы, это в основном авторы высшей школы экономики. Они вам известны, они вам знакомы. И, так сказать, профессиональный коллектив. И я рада, что, так сказать, вы получаете профессионально хорошо подготовленные книги. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.